Продолжаем чтение книги «Носители духа» составителя и профессора Московской Духовной Академии Алексеевич Осипов. Мы с вами остановились на главе «Духовная брань и духовное оружие» Игумен Никон Воробьев. Средства борьбы. Первое. Силы отвергнуть с гневом помыслы и внушением врага. Второе. Призвать на помощь Господа Спасителя, сознавая всегда свою немощь и греховность. Когда тебе будет очень тяжело, то скажи от всего сердца «Господи, достойно по делам моим получаю, но прости мне и дай мне терпение, чтобы не роптать на тебя. Господи, будь милостив, негрешный». Повторяй эти слова много раз. Пока скорбь не утихнет. Она обязательно утихнет, если от сердца будешь произносить. Без опыта, без падений и восстаний мысленных не придешь в правильное состояние. Как важно для духовной жизни ежедневно открывать свои помыслы. Если нельзя этого делать, то хоть мысленно открывай и перед Богом исповедуй все на молитве. Для православного оружием против дьявола являются пост, молитва, трезвение, смирение. Без смирения никакие средства не помогут. Да и Господь самодейному и гордому не помогает. И тот неминуемо впадет в разные сети врага. Нам, новоначальным, неопытным, не имеющим духовных руководителей, надо знать одно. Сами мы не можем побороть и победить страсти и бесов. Но должно, однако, бороться с ними по силе своей. И непрестанно, во время падений, призывать Господа на помощь. Обышедши обыдовшими враги и страсти, именем Господнем противляхся им. Господь ненавидит лукавство. Лукавый – это дьявол и ложь от дьявола. Ясно, что лукавый, пока он таковой, будет далек от Бога и всего духовного. Твердо держитесь в церкви и учениях святых отцов, в каких бы сомнениях ни были, твердите себе про себя. А иногда и слух, чтобы бесы, слышая Господи Иисусе Христе, верую, что Ты Сын Божий и Господь, что Ты всячески пострадал, чтобы спасти нас. Верю, что и меня не оставишь, если я сама сознательно не отрекусь от Тебя. Господь, будь милостив ко мне. Предаю себя и свое спасение в Твои руки. Верю, что не попустишь погибнуть мне. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Когда Тебя будет бороть уныние, тоска, то понуждай себя мысленно говорить. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Достойно по делам моим приемлю. Благодарю Тебя, Господи! Говори эти слова десятки, сотни раз. Говори убежденно, от всего сердца, и через некоторое время почувствуешь облегчение на сердце, мир и спокойствие, твердость и терпение. Это признаки посещения благодати Божией. Если поборешь какое греховное влечение, то не себе это приписывай, не своей силе. А Господу, и благодари Его, что Он помог Тебе победить грех. Если же припишешь себе, то опять впадешь в те же грехи. Посильное делание заповедей евангельских, вне и внутри, бодрствование и сокрушенная молитва Иисусова – вот оружие непобедимое, доступное, я скажу, единственно доступное для нашего времени. Это делание держит человека всегда в духовном напряжении, не связывает ни с книгами, ни с жилищными условиями, ни со здоровьем даже. Всюду всегда, разве только когда углубиться в какое занятие, требующее сильного внимания, оно доступно. Твердо знай, что если человек от глубины души не захочет сделать греха, весь ад не повредит ему, потому что с ним будет всегда помощь Божия. А если сам человек склоняется на грех, будет мыслями сначала беседовать, а не отвергать злых помыслов, как ядовитую гадину, то враг найдет вход в сердце, и Господь попустит быть грехом. Точно так же за высокоумие, гордость или постоянное злое осуждение ближних попускается падение человеку. Надо именем Иисуса Христа убивать зарождающийся от нашей греховной испорченной природы и от воздействий бесовских греховные мысли и чувства, пока они не выросли, не укоренились. К сожалению, прошлое сильно давит на тебя. Я рад, что хоть ты осознаешь это. Я не осуждаю тебя за это. Человек так слаб, так сильно действует грех в душе и теле, как злобятся бесы на того, кто хочет ускользнуть от их власти, что неизбежны падения и некоторые возвраты прежней греховной жизни. Ты не смущайся этим и не унывай, сразу и лапки не сплетешь. Многими скорбями и борьбой, усилием входят все в Царствие Божие. Ты читал в Евангелии, что Царствие Божие подобно закваске, которую вложили в муку, пока она вся не скисла, так и душа человеческая не сразу бывает заквашена новой евангельской закваской. Иногда этот процесс заквашивания идет быстро, иногда замедляется. Ты понимаешь, о чем я говорю? Не смущайся по этому, не видя никакого исправления. Одно нужно – стремись жить. По западам Евангелия борись, сопротивляйся. Добровольно каждому греху, делом ли, словом ли, помышлением, а не отдавайся добровольно дурному влечению. Если поддашься, кайся перед Господом, проси прощения и опять борись. И так до смерти. Если Бог даст, мне сил, поверьте, друзья, очень тяжело мне с больным горлом читать. Хотя видите, какая польза от этого всего, прочитанного и услышанного. Это важнее и дороже всякой билиберды, которую мы слышим по интернету, в разных каналах, где по миллиону подписчиков, на ТВ-каналах. Поверьте, такую чушь мы слушаем, а вот не дает. Я бы читал и читал, но мне больно, поверьте, а польза громадная. Помоги, Господи, и нам, и мне. Помоги, Господи. Помоги, Господи. Помоги, Господи.